В революции вопрос легитимности, он всегда провисает. Нельзя мерить современными мерками. Они мыслили по-другому. У них были другие цели. У них самоцелеполагание, как водится и как принято, и понимание мира другое. Это были верящие люди. Попробуйте сейчас верующего убедить, что Бога нет. Вот так и попробуйте тогдашнего коммуниста убедить, что мировая революция не победит. Вот в это они и верили. И на это готовы были и свои жизни положить, и жизни других, которые ничего особенного для них не значили. Такие были люди. Хорошо это или плохо. Это судить уже нашему поколению с наших позиций. Потому что мы же ни во что не верим, так сказать, и идеология у нас запрещена. Поэтому наши мерки не позволяют понять даже их мотивации. А их мотивация была одна. Вот появился Союз. Республиканская, да, тогда еще не республиканская, а революционная Турция. И я, по-моему, приводил как раз в выступлении кусочек из решений Нахичеванского революционного совета, что турецкий аскер – это революционный аскер, он несет вам свободу. Это писали не турки, это писали, видимо, татары, жившие в Нахичеване. Кавказские татары, да, как их называли. Так что все было, восприятие было именно так. Конечно, договор несправедлив по отношению к Армении. Да, конечно, армянские территории попали к туркам. Но дело-то в том, что не было там российской армии, это СФСР. Вся территория была оккупирована турками. Последний договор – Александропольский. И он еще более сужал армянскую территорию. Это так потеряло-то по московскому Армении 30%. А по Александропольскому там оставалось два уезда в Армении. Все, больше ничего. Большевики заставили турок уйти с этих земель. И вот сейчас мы имеем ту территорию, которая есть у Армении. Так бы и ее не было. Это тоже нюанс. И, кстати, это нюанс немаловажный. Можно ли было по-другому решить? Трудно сказать. Я уже говорил, что ведь Кемаль Ататюрк, будущий Ататюрк, Кемаль Паша, Мустафа Кемаль Паша, он дал свое добро на севертизацию Азербайджана. Вот была важная ставка для большевиков. Ну а дальше, когда речь шла о Батумале или какие-то другие районы, действительно были готовы на Батум поменять другие территории. Опять пострадала армянская земля. Хотя Батум – это Хрузия. Вот так, собственно, шли эти переговоры. Но там был еще один нюанс. Ведь, чтобы освободить эту территорию, нужно было отвезти турецкие войска. Казима, Коробей, Кира. Это решительный был генерал. И как этого добились большевики? А так они задерживали поставки вооружения, о которых договорились, и золото. Вот из того, из тех 10 миллионов рублей золотых, которые обещали туркам на войну с греками, с Антантой, пока не выведут. И турки отводили войска. Как было договор? Какие были юридические основания у Турции заключать договор? У Росманской империи не было. От чего имени заключалось-то? От администрации Кемаля. А тут от Российской Федерации. Ну да, это же была в свое время территория империи. Контролируем, не контролируем. Мы и Дальний Восток не контролировали в то время еще. Ведь окончили поход-то несколько позже, в соответствии с песней. Так что революция и легитимность – это вещи трудно совместимые. Какая могла быть выгода? Для правящего режима, как это сейчас принято называть в России, для большевиков, это был шаг в сторону упрочения союза с революционной Турцией. Метод сделать ее еще более революционной и проложить революционный мостик на Восток. На что очень серьезно рассчитывали большевики. Обманул их Ататюрк. Нет, будущее Ататюрк. Это уже другой вопрос. Но рассчитывали именно на это. Ну, какие-то результаты были получены. Антанту выбросили с нашей помощью с территории современной Турции, части Османской империи. С одной стороны, мы выбросили их из севера, из Одессы, из Дальнего Востока. То есть был общий враг. И вот с этим общим врагом мы боролись вот такими методами и такими договоренностями. Да, наверное, это слишком цинично. Да, наверное, за спиной народов что-то решалось. Но все оправдывалось революционной целесообразностью. Кто пролонгирует такие договоры? Нет ни слова, ни единого упоминания в самом договоре о сроках его работы, его существования. Поэтому этот вопрос не встает. Кстати, в Карском тоже нет ничего. А то, что периодически, раз в 20-25 лет подтверждали договор какими-то заявлениями, это носило ритуальный характер. В самом договоре нет никаких указаний на то, что он подписан на 20-25-50 или 100 лет. Тоже с московским договором. Тот факт, что наш народ по разным причинам, в разные периоды исторические и в недавний период, сталкивается с этой болью, с войной, с кровью, говорит о том, что у Бога особые планы по поводу армян. И Господь, Он не всегда милостив. Он наказывает тогда, когда мы отказываемся от своей исторической миссии. Народ Израиля, Он тоже так наказывает. Если вы отходите от своей миссии, то вас режут. Ваши земли захватывают иноземцы. Вас грабят. Просто потому, что вы не следуете своей мечте, своей идеи. А какая у нас главная идея? Ходим везде, думаем, рассуждаем. Помогаем другим народам. Но сами себе не помогаем. Но пока мы сами себе не поможем, мы и другим народам не сможем помочь так, как мы могли бы помочь. Идея одна. Социальная справедливость. У нас в сердце есть эта социальная справедливость. Когда один армянин успешен в какой-то стране, в каком-то городе, он не может закрыться от всех остальных высоким забором. От своих родственников, например. Он старается им где-то помочь. Потому что он считает, что это справедливо. Нам осталась вот эту модель, которую мы и так используем в жизни, применить ко всему нашему народу. Наш народ — это одна большая армянская семья. Но так уж сложилось у нас, что мы отказались от справедливой модели перераспределения благ и построили Зимбабве на территории Армении.